МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Кобар 24 продолжает выпуск новостей. В студии Падагаса Кулова. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антоничина. Глава государства провел встречу с вице-премьером министром торговли и интеграции. Серег Жмагарин рассказал об итогах развития сферы торговли за прошлый год и мерах, принимаемых правительством по стабилизации цены на основные продукты питания. Общий объем товарооборота страны за прошлый год составил более 134 миллиардов долларов. Это больше показателя 2021 года на треть. Товарооборот растет со всеми основными торговыми партнерами Казахстана. Впервые экспорт обработанной продукции превысил 26,5 миллиардов долларов. Расширилась линейка экспортных товаров глубокого передела. Глава государства поручил удержать цены на социально значимые продукты, а также активно продвигать казахстанские товары с высокой добавленной стоимостью на международные рынки. В настоящее время цены на социально значимые продукты питания стабильны. Мы подготовили 140 тысяч овощей и сейчас продаем их на внутреннем рынке. Мы запустили крупные сельскохозяйственные проекты. Президент поставил несколько задач. Во-первых, цены стабилизировать и поддерживать. Во-вторых, он поручил снять зависимость казахстанского рынка от импорта. В-третьих, продолжить агроиндустриализацию в сельском хозяйстве. И еще о встречах в Аккорде. Хасмаджи Мартукаев принял теннисистку Елену Рыбакину. Президент поздравил победительницу Уимблдона с блестящими выступлениями на Австралии Анопен, в Индиан Уэльсе и Майами. И поблагодарил ее за мастерство и несгибаемую волю к победе. Во-вторых, он подчеркнул, что успехи представителей казахстанского тенниса способствуют популяризации данного вида спорта среди подрастающего поколения. В свою очередь, теннисистка рассказала президенту о своих планах на предстоящие турниры и поблагодарила за поддержку и поздравления после нее побед. Напомню, с 14 по 15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинга. Женская сборная Казахстана по теннису сыграет против команды Польши. Победитель данной встречи получит путевку на чемпионат мира. Завтра выступаю здесь в Казахстане. Буду очень рада всех видеть. И, конечно же, надеюсь, что получится показать хорошую игру, победить завтра. И послезавтра всей нашей командой в дальнейшем буду продолжать радоваться своими победами. Спикер Сената провел в Москве встречу с казахстанскими студентами. Маулина Шимбаев акцентировал внимание на том, что именно талантливая молодежь должна стать драйвером модернизации страны. При Сенате уже действуют общественные проекты, призванные задействовать ее потенциал в экспертизе законопроектов и реализации функций парламента. Это клуб молодых экспертов и школа аналитики. Спикер палаты пригласил студентов присоединиться к этим проектам. Очень важно, чтобы в политическую систему в органы государственного управления пришли молодые люди. Это политика Касмажемарки Миловича Тукаева, нашего президента. Он об этом всегда говорит. Вы знаете, что сегодня у нас есть очень молодые министры, молодые парламентарии. И я думаю, что может и среди вас сидят будущие парламентарии, будущие министры. Мы верим в это. Для этого мы создаем соответствующую систему, в рамках которой могли бы развиваться наши граждане, активно участвовать в управлении государством и могли бы реализовать свой потенциал и добиваться поставленной цели. Моглина Шибаев также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Собеседники обсудили перспективы взаимодействия в различных сферах. Увеличить мощность шымкентского НПЗ до 12 миллионов тонн в год – такое поручение Минэнерго сегодня дал глава Кабмина, подчеркнув, что параллельно в мегаполисе должны возводиться новые перерабатывающие предприятия. Отмечу сейчас мощность НПЗ – 6 миллионов тонн. Премьер принял участие в совещании, где обсуждалось развитие Шымкента. Так рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры, индустриальных зон Жолдос, Возарок и Тасай. Кроме того, обсуждались вопросы реконструкции системы топления и насосных станций, модернизации котельных, возведения объектов водоснабжения в населенном пункте Сайрам и магистрального канализационного коллектора Туран вдоль Алматинской трассы. Степной пожар возле столичного аэропорта ликвидирован. Возгорание сухостоя потушили спустя 6 часов. Площадь пожара составила 3 гектара, хотя изначально она была не больше гектара. Но из-за порывистого ветра и сухой растительности вокруг огонь быстро распространился. Тушение осложнялось еще и труднодоступностью местности для подъезда техники. А в селе Айнаколь по Владарской области локализовали пожар сухостоя. Ранее пожарные выявили 3 очага возгорания. Тушение осложнялось тем, что огонь перебрался на территорию соседнего лесничества. По данным ДЧС города Ахсу, лесной массив области не пострадал. Общая площадь пожара составила 90 гектаров. Основная версия – неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации данного загорания было задействовано 28 листа состава ДЧС Павловской области, 5 листа техники, 3 листа плав-средства, 5 хозяйственных учреждений, 6 работников, 2 листа техники. И местность мультургана Ахсуского региона, 13 человек, 3 листа техники. А также НГПС, это не государственная противослужба, 6 человек и 1 листа техники. Настоящая локализация уже имеется, 13.48. Крупную партию контрабандных лекарств обнаружили на таможенном посту ЖТСУ. Груз с общим весом 356 килограммов ввозился под видом биологически активной добавки к пище. Но экспертиза установила, что это партия лекарств, распасованная и упакованная для розничной продажи. Таможенная стоимость препаратов составила почти 43,5 миллиона тенге. Бюджету нанесен ущерб в 5 миллионов. В действиях участников внешнеэкономической деятельности усматриваются признаки нарушения, предусмотренной статьей 234 Уголовного кодекса Республики Казахстан, экономическая контрабанда. В связи с чем материал направлен в ДР по городу Алматы для дальнейшего принятия процессуального решения. Водительские права за 400 тысяч тенге. В Костанайской области полицейские задержали пятерых человек. Их подозревают в организации преступной группы. По версии следствия, экзаменуемые платили им денежное вознаграждение от 200 до 400 тысяч тенге и фактически не проходили тестирование на знания правил дорожного движения. А процесс сдачи, вместо положенных 40 минут, длился всего 5. Многие ухитрялись сдать тесты на государственном языке, хотя не владели им. Стражи порядка проводят досудебное расследование. Во время обысков изъяты банковские карты, более миллиона тенге наличными, компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны и документы. Оперативники установили, что таким образом экзамен уже сдали больше тысячи человек. Есть ли еще причастные к преступной схеме, полицейские сейчас устанавливают. Путем использования информационных технологий и цифровых технологий, сдача экзаменов – это вождение, и практическая сдача теории происходила с другими лицами. Фактически, который сдающий экзамен садился, путем использования тех самых уже флеш-карт, карманных мышек сдавались эти тесты. Жители Зайцанского района Восточно-Казахстанской области переплачивали за услуги газоснабжения. Это касается тех, кто за свой счет оплачивал установку и монтаж газового оборудования, хотя этим должен был заниматься поставщик голубого топлива, причем бесплатно. Нарушение выявила прокуратура и специалисты департамента по регулированию естественных монополий. Как выяснилось, газовая компания незаконно заработала больше 6 миллионов тенге на собственных абонентах. Факт подтвердили и в специализированном межрайонном административном суде региона. Сейчас антимонопольные службы выясняют, как предприниматели будут возвращать потребителям деньги. Сумма нарушений, установленная по итогам проверки, будет возмещена потребителям. Возможно, будет напрямую потребителям возмещена или же через квитанции, которые будут вставляться в услугах газоснабжения. О событиях в мире. Северная Корея вновь провела запуск баллистической ракеты. Это вызвало переполох в Японии, оружие упало в море недалеко от страны. Действия Пхеньяна осудили в ряде государств. Подробнее расскажет наш международный обозреватель Вероника Боярова. Вероника, привет, тебе слово. Мотогос, приветствую. КНДР наделала много шума и в прошлом месяце, когда провела целый ряд испытаний. И вот в апреле обстановка в Восточной Азии снова накаляется, судя по тому, что мы видим. По оценкам южнокорейских военных, запущенная КНДР ракета пролетела около тысячи километров, прежде чем упасть в море недалеко от Японии. На фоне геополитической напряженности в Японии решили проявить максимальную осторожность. В регионах прозвучал звук сирены. Жители Хоккайдо призвали эвакуироваться и укрыться в убежищах. Это второй по величине остров в государстве. Все поезда там были временно приостановлены. Перебои наблюдались и в работе другого общественного транспорта. Я был в поезде и на мгновение запаниковал. Но персонал станции был спокоен, поэтому я тоже успокоился. Сначала было непонятно, что происходит. Мы подумали, возможно, произошла железнодорожная авария, землетрясение или что-то в этом роде. Обычно Южная Корея и Япония не выдают приказов об эвакуации во время северокорейских пусков. До этого КНДР также отправляла баллистические ракеты, но по более высокой траектории. На фоне текущего запуска в Токио объявили, что намерены созвать Совет Безопасности. Мы подтверждаем, что ракета не упала на территории нашей страны. Позже для получения подробного отчета я хотел бы провести заседание Совета Национальной Безопасности с участием четырех ключевых министров. Этот пуск является возмутительным актом, который обостряет провокацию против всего международного сообщества. А ряд действий Северной Кореи, включая неоднократные пуски баллистических ракет, угрожает миру и безопасности нашей страны и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо. Традиционно осудил действия северного соседа из Сеул. По сообщению местного издания Рёнхаб со ссылкой на анонимный источник, текущий запуск КНДР может быть испытанием нового типа оружия. Южнокорейские военные обнаружили баллистическую ракету средней дальности, выпущенную по Восточному морю, которое также называют японским, вблизи Пхеньяна. Мы сможем сделать более точные выводы, как только проанализируем запуск более внимательно. Эксперты предполагают, Пхеньян может запустить ракету большой дальности, чтобы вывести на орбиту свой первый военный спутник. Ранее Северная Корея обещала закончить подготовку к его запуску как раз в этом месяце. В целом, за прошлый год, по подсчетам экспертов, КНДР провела рекордные почти 40 пусков ракет, в ходе которых были испытаны около полутора десятков новых или модернизированных видов ракетных вооружений. Новый год также был встречен соответствующим образом. За действиями государства пристально наблюдают союзники Южной Кореи США. Штаты объявили Пхеньян в Нагнитане региональной напряженности и заявили, что решительно осуждают испытания. В сообщении на сайте Белого дома сказано, текущий пуск является наглым нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН. Вашингтон призвал Пхеньян сесть за стол переговоров. Несколько дней назад КНДР также провела испытания системы подводного стратегического вооружения. Соответствующее сообщение опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Это ХАИЛ-2, цунами в переводе, ядерный радиоуправляемый аппарат. Ранее в марте КНДР испытывала первый тип этого вида оружия. Подводный беспилотник может нести ядерный заряд. Пхеньяне утверждают, что боеголовка способна скрыто достичь оперативной зоны и вызвать гигантскую волну. Отсюда и ее название. Ранее на этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал укрепить военное сдерживание страны, чтобы противостоять агрессивным, по мнению Пхеньяна, действиям США. Ситуация накалялась в регионе и в прошлом месяце. Тогда, в марте, КНДР провела серию учений для проверки ядерного вооружения, в том числе крылатых ракет. На фоне этого Вашингтон и Сеул возобновили учения под названием «Двойной дракон», которые до этого не проводили пять лет. Прошло несколько мероприятий, и уже на июнь запланированы крупнейшие совместные учения в истории американо-корейских отношений. Не исключено, что Пхеньян ответит и на это. Бутагос, у меня пока на этом вся информация. Возвращаю эфир. Спасибо большое. Страшно все это на самом деле. Я напомню, о событиях в мире рассказал наш международный обозреватель Вероника Боярова. Ну и вновь о событиях в нашей стране. Фермеры Аксюбинской области получили 3 миллиарда тенге на развитие бизнеса. Всего в этом году сумма господдержки сельхозпроизводителей региона составит 10,5 миллиардов тенге. Средства выделяются по линии аграрной кредитной корпорации. В результате сельхозпроизводители получили возможность оформить льготные кредиты на проведение весенних полевых работ, увеличить поголовье скота и приобрести необходимую технику. Продолжит наш корреспондент Наталья Салькова. Первые 120 голов крупного рогатого скота в этом хозяйстве приобрели в 2015 году. Для этого воспользовались поддержкой аграрной кредитной корпорации. Как только выплатили кредит, оформили новую заявку. На полученные средства приобретут более 400 голов племенного скота. Половину уже привезли из Кустаная, остальное поголовье доставят в течение месяца. В дальнейшем хотели бы до 1000 голов КРС казахской белоголовы увеличить. Как мы сами магазин открыли, продукцию сами хотим продавать. Кредит в хозяйстве получили по программе «Агробизнес». Залогом выступила база и сам крупный рогатый скот. Заем можно оформить на срок до 10 лет, с льготным периодом до двух лет. Помимо увеличения поголовья, средства можно использовать на обновление техники, приобретение оборудования, строительно-монтажные работы. Процент ставки у нас 22%. Есть, имеется поддержка государства, ставка вознаграждения возмещается государством в размере более 16%. Где заемщик, конечная процент ставки выплачивается 6%. Кредитуют сельхозпроизводители по четырем программам. «Агробизнес», «Киндала», «Искер» и «Микрокредитование молодежи». В этом году от фермеров региона поступило уже 164 заявки, а 80 проектов уже получили финансирование. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Айбек Даутов, Октюбинская область, Хабар-24. Известный ансамбль «Гульдер» начал свои первые гастроли в обновленном составе. Артисты возрожденного коллектива дали свой второй концерт в Кухшетау. Они исполнили лучшие произведения из репертуара и новые композиции. Гастроли продолжатся во всех городах Казахстана. Завершением станет большой концерт в Алматы. Это возрождение программы первого состава ансамбля. Из золотой коллекции «Гульдер» мы взяли такие известные произведения, как «Бипл», «Асатаяр». Это первые номера, с которыми они выступали и ездили за границу. Мы освежили эти номера, новая аранжировка, новая постановка наших хореографов-балетхейстеров. Новые у нас имена, молодые звезды. К этому часу у меня все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. А эфир продолжит программы «Экономика». Гость программы – министр энергетики Алмаз Адам Садкалеев. Адам Садкалеев. Адам Садкалеев. Адам Садкалеев.